На улице в южной части города продолжается бой, начался в 4 утра. Ополченцы пытаются взять под контроль часть погранслужбы Украины. Огонь ведется из разнокалиберного оружия. Есть информация о погибших с обеих сторон. С места событий наш корреспондент Алексей Репин. Здесь не смолкает стрельба. Действительно, здесь видели в небе самолет, но он не был вооружен, по крайней мере, ракетами. Под крыльями не было вооружения. Естественно, были только пулеметы. Но он, скорее, проводил психологическую атаку на низкой высоте, близкой к земле. На форсаже проходил неоднократно позициями ополченцев. Но, в общем-то, его главная, наверное, функция, как говорят ополченцы-бойцы, это именно разведка. Здесь будет действительно непрекрасиваться. Опять началась активная фаза, наиболее ожесточенная. Активно стреляют. Стягиваются сюда силы ополченцев. Вот мы видели своими глазами, как подъехало несколько автомобилей. Сейчас воинская часть находится в кольце. Проблема заключается в том, что с одной стороны находится жилой массив, 9-ти тонн панельные дома. Жители, которым действительно страшно, они в спешку пытаются покидеть свои дома, свои жилища, эвакуируют детей. С другой стороны находится поле и лесопосадка. Вот там также находятся бойцы ополчения. Они также в огонь по воинской части. А из этой воинской части, естественно, в ответ тоже очень интенсивная и плотная стрельба. Практически невозможно выглянуть за угол дома. Находимся буквально в двухстах метрах от этой пограничной части. И там, видимо, сдаваться никто не хочет. Нам удалось пообщаться с ополченцами, которые здесь с самого начала, с 4-х часов утра. Давайте послушаем, что они рассказали. Мы против, свидетельного времени, устали провести беседу с командиром части. Потому что солдатство с отчетом Малинии покидывало. Чтобы не было жертв среди мирного населения. Молодые ребята, которые в части находятся. И все международные снижения успокоятся. Командир части был настроен против этого страны. Их избивали там внутри здания. Отобрали оружие. То есть они сейчас где-то находятся. Как в этой комнате, так и нет. То есть можно сказать, что они сейчас заложники? Ну, получается так. Свои. Заложники ситуации. Сейчас на данный момент действительно о судьбе солдат-срочников, которые находятся внутри части, их судьба неизвестна. Известно только то, что их действительно заставляют стрелять в ополчение под угрозой смерти фактически. Вот сейчас на моих глазах продолжается эвакуация. Люди действительно, мирные жители действительно напуганы. Ополченцы помогают им выбрать наиболее безопасные маршруты. Детей прикрывают фактически собственными телами, чтобы не попала шальная пуля. Не дай бог. Потому что вот на наших глазах несколько часов назад действительно одного из ополченцев ранили в голову. По данным на последний момент он скончался в больнице от смертельного ранения. Сейчас продолжается эвакуация, продолжаются сюда стягиваться силы ополчения. Но также доходит информация, пока на уровне слухов, она заключается в том, что сюда, возможно, сейчас будет выбегаться колонна бронетехники со стороны местного аэропорта. Там, напомню, до сих пор находятся вооруженные силы Украины, правый сектор и НАС-2.